Здравствуйте! Это программа в центре событий. Сегодня в выпуске. Сбил ограждение и затонул в Сургуте в результате ДТП. Погибли два человека. Как получить загранпаспорт и не стоять в очереди в миграционной службе готовиться к сезону отпусков? Серебро Суперлиги, баскетбольный клуб, университет Югра не смог добиться победы на выезде. Почти 17 тысяч заявлений. Столько сургутян сегодня хотят получить загранпаспорта. В преддверии сезона отпусков специалисты ОФМС ежедневно обрабатывают почти 500 заявлений. Причем 60% заявок поступает на интернет-портал государственных услуг. При этом ошибки, которые допускают югорчане при заполнении электронных форм, типовые. Несоответствие требований формата фотографии, которые должны нам предоставлять, неправильное заполнение месторождения своего, неправильное заполнение трудовой деятельности. Как правило, мы в течение суток отвечаем, граждане справляют и направляют нам обратное заявление. Проблема с очередью, которая постоянно возникает в коридорах ОФМС при сдаче документов, практически решена. Во многом помогает как раз интернет. Вопрос остается с получением документа. Здесь зачастую приходится ждать намного дольше. Но специалисты ОФМС ищут пути решения. В частности, путем предварительной записи на получение загранпаспорта. В настоящее время у нас действуют две очереди. То есть, в порядке живой очереди может чек прийти, а также может записаться по предварительной записи по телефону 76 18 86. Записаться на определенное удобное для гражданина время и получить готовый заграничный паспорт, чтобы не выставить здесь в очередь, чтобы его забрать. В ночь с воскресенья на понедельник в Сургуте произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Водитель автомобиля «Лада Приора» после ДТП в районе пивзавода с места аварии скрылся. По ориентировке экипаж ДПС незамедлительно начал патрулирование участка дороги по нефтьюганскому шоссе. Водитель «Приоры», скрываясь, не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд на обочину, где по касательной задел фонарный столб. В результате заноса автомобиль столкнулся с еще одной опорой уличного освещения. Удар был такой силы, что переднее колесо машины оказалось возле водительского кресла. Мужчина, который находился за рулем, скончался на месте. Пассажир получил травмы. Его в травматологию доставила скорая помощь. Ведется следствие. Двигаясь по улице Маяковского, со стороны улицы Островского, проходит перекресток Маяковского-Нефтьюганка. Это все по нефтьюганскому шоссе. И не справляется с управлением. Я так понимаю, очень высокая скорость. Цепляет обочину правой стороной. И допускает наезд на опору освещения. А в ночь с субботы на воскресенье часть дороги на Югорском тракте в сторону Ледового дворца перекрыли полицейские. Причиной оцепления стало ДТП. Машина вылетела за ограждение и затонула в пойме реки. Елизавета Саенко расскажет подробнее. Трагедия произошла около часа ночи на Югорском тракте. Неустановленный автомобиль двигался по крайней левой полосе. Затем внезапно он ушел вправо, снес металлическое ограждение и упал в реку Бордыковка. На место происшествия прибыли все оперативные службы. ГИБДД и водолазы, МЧС и скорая помощь. Хотя шансов, что хоть кто-то выживет, практически не оставалось. Автомобиль полностью ушел под воду. Спасатели приступили к поиску пострадавшего водителя. Спустя несколько минут водолаз сообщил, что машина найдена. Спасатель пояснил, автомобиль под водой лежит на крыше. Верх колесами, да? Верх колесами, да. Видимость под водой практически нулевая. Проходит еще несколько минут. У нас есть, смотри. У нас вообще. Попробую его вытащить. У нас все выйдет. У нас туда будет, понял. Понял тебя. Из воды вытащили юношу лет двадцати. Да. До конца было неясно, сколько именно человек находилось в машине. Один водитель, либо еще пассажиры. Водолаз решил еще раз все проверить. И чуть позже оказалось. Вместе с водителем погибла девушка. Получается, водительская сторона, она вверх тормашками лежит. Передняя часть все сюда вот, на стенку. Водительская сторона, вверх и внутрь. Вот так вот. Задняя часть, вроде, тоже какой-то удар. Ближе к обеду на Югорский тракт доставили спецтехнику. Для начала работ полностью обестойчили фонарные столбы. Иначе кран мог задеть провода. И уже потом специалисты приступили к подъему машины. Если готовы сказать, что послужило причиной, не могу сказать. Эта экспедиция покажется. Сейчас, после того, как поставили машину, будем уже осматривать транспортные средства. Установлены личности погибших в аварии. Это юноша и девушка 93-94 годов рождения. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Елизавета Саенко, Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов, Камзат Магомедов, Сергей Колотов. Сургут Интерновости. И к другим темам. Сургутские водоемы в преддверии летнего сезона вновь в центре обсуждения. В городе по-прежнему нет места для купания. По опыту прошлых лет, это не останавливает горожан от приема водных процедур. Популярные, но запрещенные места – это традиционно водоемы Гресс, реки Черная, Сайма и Урбь. И несмотря на опасность, купаться здесь из года в год не прекращают. Дмитрий Круковец о подготовке спасателей к летнему сезону. В городской черте есть два разрешенных места, предназначенных для отдыха людей в прибрежной зоне. Это парк за Саймой и территория у реки Черная. Там проводится санитарная обработка, есть контейнеры для мусора, организованы зоны отдыха. А вот вода для купания в этих местах непригодна. Особо опасными для жизни и здоровья специалисты, как и прежде, называют популярное у населения водохранилища Угресс-2 и реку Обь. В первом в воде значительно превышено количество вредных для организма человека веществ. Во втором в безопасности людей угрожает сильное течение. В основном все люди погибшие в прошлом году на водоемах, все они были процентов 60-70 метрами или на архитерской обеде. В целях профилактики сотрудники МЧС и полицейские с наступлением теплых дней и достаточного прогрева воды планируют целый ряд мероприятий, направленных на недопущение несчастных случаев во время купания. Один пост спасателей, один патруль будет в реке Обь постоянно находиться, и второй патруль будет, исходя из особенностей, находиться на внутренних водоемах. В случае необходимости и возможности будет усиление. Кроме того, будет совместная патруль администрации и ОМВД, и спасатели, и ГИМС. Наиболее отъявленные жители, конечно, будут привлекаться. В законе об административных правонарушениях есть статья, которая запрещает купание в неустановленных местах, обозначенных запрещающими знаками. Нарушение карается предупреждением или штрафом в размере от 100 до 500 рублей. За весь предыдущий летний период полицейскими были наказаны лишь 10 человек. Да и сама сумма штрафа людей не пугает. Слишком маленькая, но, как я уже обозначал, это в тех местах, где установлены запрещающие знаки. Как правило, знаки у нас расставляются, и, как правило, они потом оттуда изглезают. При этом только в районе Грессовского водохранилища люди гибнут ежегодно. За последние несколько лет десятки человек. Специалисты администрации города и управления по делам ГО и ЧС призывают сургутян соблюдать элементарные нормы безопасного поведения на воде, не купаться в состоянии опьянения, избегать водных процедур в реках с сильным течением, а также внимательно следить за своими детьми. В прошлом году в водоемах города погибли 11 человек. Елена Саган, Дмитрий Круковец, Андрей Глушенко. Сургут.Интерновости. Сургут.Интерновости. Результаты итоговой аттестации станут известны через 10 дней. А 3 июня школьникам предстоит сдать еще один обязательный предмет – математику. Нинимальный порог по русскому языку – это 36 баллов. То есть, преодолев этот порог, ну и достигнув этого порога, считается, что выпускник успешно сдал единый государственный экзамен. Менее – это, конечно, неудовлетворительный результат. Но, как правило, русский язык сдают очень хорошо на территории города Сургута, то и таких результатов, если есть таковые, то они в очень небольших цифрах. А в минувшие выходные в сургутских школах прозвучал последний звонок. Поздравили выпускников первые лица города. Так, в 25-й школе во взрослую жизнь учеников проводили заместитель главы администрации Сургута Александр Пелевин и директор департамента образования Татьяна Османкина. Выпускники 2013 года, образовательное учреждение номер 25. Это как раз те молодые, современные девчата, молодые люди, которые и сделают комфортную, красивую, достойную, стабильную жизнь в нашей России, в югре, в городе Сургуте. Я утверждена в этом. Потому что лица умные, волосы светлые, глаза приветливые. Конфликт, который несколько месяцев назад разгорелся в 4-й гимназии, скорее всего закрыт. Причиной недопонимания сторон стала реорганизация учебного заведения. С сентября следующего года в здании, уже бывшей на тот момент 4-й гимназии, школьники будут обучаться с 1-го по 7-й класса. Дальше они перейдут во 2-й лицей. Там организуют центр специального обучения старшеклассников. Оба корпуса будут носить одно название – многопрофильная школа. Изначально они все родители представляли, что именно ждет их детей. Возникло недопонимание, которое перешло в конфликт с департаментом образования. Объяснять перспективы учебных заведений пришлось и главе города Дмитрию Попову. Эти здания будут в одном образовательном учреждении. И дети с 1-го по 7-й класс учатся в зданиях, которые сегодня по факту называются гимназии номер 4, а потом, достигнув 8-9, 9-го, 10-го, 11-го класса, или переходят в рамках этого же образовательного учреждения. Но по тем профилям, которые у нас будут, которые у нас будут в основном технической направленности, во втором здании этого же образовательного учреждения, они переходят туда. А я считаю, что старшеклассникам это не очень сильно повлияет даже на их психику лишних 500 метров пройти. Коллектив-то один остается. В Сургуте продолжается празднование Дней славянской письменности и культуры. Вслед за другими творческими коллективами честь выступить в рамках этого мероприятия доверили ансамблю «Калинка». В Большом зале филармонии все места заняты в портере на балконе. Аншлаг. Поклонники ансамбля «Калинка» собрались на концерт своих любимцев. Выступать на престижных сценах для танцевального коллектива – дело привычное. К примеру, не так давно ансамбль вернулся с фестиваля «Молодая российская культура во Франции». Такого блестящего будущего для своих воспитанников создатель «Калинки» и его руководитель в течение 29 лет Валентина Лаврухина даже не предполагала. Коллектив задумывался как детский просто. Это еще при Карасеве Рафаэля Геннадьевича название «Калинка» это он придумал. Ну, потом росли, росли, выросли в больших. Большие не только по возрасту, но и по уровню мастерства. В прошлом году ансамбль «Единственный в области» получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Возможно, на такой уровень «Калинка» поднялась потому, что одна из отличительных черт коллектива – преемственность поколения. Сейчас танцуют уже внуки тех, кто стоял у истоков. Ансамбль «Калинка» обладает очень сильной и мощной энергетикой. Любую постановку, будь то русский, будь то стилизованный танец, или танцы народов мира, они умеют исполнить так, преподнести так с особой изюминкой, что называется. Поддержать коллег по танцевальному церкву пришли участницы ансамбля «Барабанщиц» и мажореток «Тургутаночка». С приветственной резьбинкой выступил ватан. Один танец сменял другой. Зрители получили полтора часа истинного удовольствия. Галина Кокоткина, Вячеслав Шаркунов, «Сургут. Интерновости». Звезды проектов «Убойная лига», «Смех без правил» и «Камеди Клаб» просмешили «Сургут». Резиденты топовых шоу выступили в ночном клубе в формате «Свободный микрофон». В тонкостях питерского и киевского юмора разбиралась Екатерина Любешева. Что начинается? Что начинается? Это «Барабан»! Жанр стендап-камеди в России все больше набирает популярность. Хотя, как говорят резиденты, все новое – это хорошо забытое старое. Мода циклична. Посмотрите на современных хипстеров. Для наших телезрителей, я объясню, кто такие хипстеры. Это, может быть, не дошло еще до авторегиона, к сожалению. Хипстеры – это такие ребята с щелочками, в очочках, в бабочках, в течетых рубашках. И они думают, что они все знают лет в 20. Так вот, как современные хипстеры, но это не так, да? Как современные хипстеры, вот это выглядели, вот это наши отцы и деды. Юмор не ради того, чтобы просто рассмешить, а как средство быстрее донести свою мысль. От Антона Борисова часто ждут шуток на тему девушек. Сам герой признается, что не говорит о какой-то конкретной особе. Образ собирательный. Но на Западе, говорит Антон, шутить о девушках уже моветон. Там популярен так называемый «сайенс из камеди» – интеллектуальный юмор. Стендаперы весело и легко рассуждают о медицине, вегетарианцах и албанцах. В России свой путь развития юмора. Над кем смеемся? Над собой смеемся. Только наши с вами соотечественники, друзья, обладают уникальной способностью перезветь на 2 секунды на паспортном контроле. Это все видели, да? Это свои кусочки мяса. Потом, вот, паспорт, улыбочка всем заносительная дальше. Я все, я еду, сто раз пройду. Пока Игорь Элвис Мейерсон мечтает о жарких странах, Илья Соболев из дуэта «Красивая» создает теплую обстановку вокруг себя в Сургуте. Я уверен, что люди каждый утро просыпаются в Сургуте и думают, ну, наконец, может, сегодня плюс 3, но нет, но там плюс 2. Поэтому все-таки надеюсь, что кто-нибудь из присутствующих нам сегодня даст ответную реакцию на выступление, и в Сургуте станет хотя бы плюс 3 или плюс 2,5. Скоро, сказали по секрету ребята, на разных каналах появится целая череда стендап-шоу, прелесть которых в первую очередь в импровизации. Если ты не втянек, то ты сидишь с тобой, нас за столиком, ты всем доволен, она этого достойна, я дал-то воплатье на себя надела, очистила, я она сама этого хотела. Не буду его трогать, нормальный парень из Питера, я на такого себе выкатала, посмотри, ее это даже забудет, в груди не откроет, никуда не уходят. Екатерина Любешева, Андрей Гущенко, Сургут Интерновости. Баскетбольный клуб «Университет Югра» стал серебряным призером Суперлиги. Чемпионом стала команда «Урал» из Екатеринбурга. Сумев победить в одном из двух матчей в Сургуте, уральцы получили преимущество своей площадки в ответных играх. В третьем матче серии студенты уступили со счетом 71-79. В четвертой игре университет проиграл с результатом 63-66. За 22 секунды до конца основного времени решающего матча сургутяне имели двухочковое преимущество, но не сумели его удержать. Таким образом «Урал» выиграл титул чемпиона второй раз подряд. Напомним, что год назад финальная серия также разыгрывалась между клубами Сургута и Екатеринбурга. В серии до двух побед тогда удачливее вновь был «Урал». И заключительная информация выпуска. Компания «Метросеть» покоряет новые горизонты. Совсем недавно возможность пользоваться услугами, пожалуй, самого динамично развивающегося провайдера получили жители 20-го А микрорайона. «Метросеть» пользуется большой популярностью у сургутян. В первую очередь это связано с быстрым интернетом. Компания использует инновационную технологию. Абонент получает любую скорость через канал до 100 Мбит в секунду. Еще одно преимущество – схема «Все включено». Помимо самого интернета, абонент получает различные опции, в числе которых, к примеру, бесплатные 150 каналов кабельного цифрового телевидения. Максимально просто и понятно, и честно. То есть абонент, допустим, покупающий тариф 30 дней, платит 1350 рублей в месяц, получает интернет, телевидение, антивирусную защиту, детский интернет, СМС-информирование. За полтора года работы в Сургуте метросеть охватила больше половины города. К услугам компании имеют возможность подключиться более 40 тысяч сургутян. Совсем недавно к ним прибавились и жители 20-го А микрорайона. Вы знаете, что здесь метросеть провели? Да. А как вы относитесь к этому? Положен. А вы будете подключать его? Да, обязательно. Я ее жду уже в течение года. Только я живу не здесь, а на Чехово. Нам обещают, вот может быть к лету, может быть к зиме. А как вам еще это по пиратам? Говорят, хороший. И телевидение, и, считайте, и интернет. Хорошая скорость, хорошая скорость. Метросеть радует своих абонентов и различными бонусами. Так сейчас действует акция «Приведи друга». Таким абонентам компания Метросеть также дарит подарки, бонусы в виде бесплатного доступа в интернет. В зависимости от тарифа также, который выберет друг, абонент получает от 15 до 30 дней бесплатного доступа в сеть интернет. Подключиться к услугам компании можно несколькими способами. Подать заявку через интернет, позвонить по телефону или прийти в офис. При подключении через сайт будущего абонента ждет приятный сюрприз. От 15 до 30 дней бесплатного доступа в сеть интернет. Дмитрий Теряев, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. На этом у нас все. Спасибо за внимание. До встречи. Внимание! В магазине Адам. Скидка 50% на верхнюю одежду. Телефон 210141. 210141. В каком доме живете вы? Надежным. И комфортным. Престижным. Которым внуки счастливы. Новый. Надежный. Комфортный. Престижный. Дом в жилом комплексе «Возрождение». Горячая линия отдела продаж 500-400. С теплом и душой всегда ваш Северстрой. Строительная компания «Северстрой». Мы строим, чтобы вы были счастливы. Магазин «Ивановский текстиль». Это роскошный выбор трикотажа и постельного белья. У нас, пожалуй, самые низкие цены в округе. При этом товар мы обновляем ежедневно. Сверхлегкая. Компактный. Превосходный вариант для поездок на отдых и путешествий. Всего за 680 рублей. Коляска-трость. Ничего лишнего. Сеть магазинов «Карапуз». Цены просто игрушечные. В связи с закрытием отдела кожи и меха в универмаге «Сургут» скидка 50%. На всю зимнюю и димисезонную одежду. Кроме норковых изделий. Телефон 250605. От них отказались родители. Но мы с вами можем подарить этим детям праздник. Ко дню защиты детей. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» объявляет акцию «Подари радость детям». Средства детской гигиены, одежду и гостинцы для детворы принимаем по адресу. Улица 30 лет Победы, 27, друг 2. Хотите вспомнить вкус настоящей тушенки? Без консервантов, соли и прочих добавок. Как раньше, только мясо. Монгольская тушенка, только мясо. Натуральный продукт. И о погоде на 28 мая. В студии Карина Навальнева. Здравствуйте. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Компания «Жалюзи». 18 лет на рынке услуг. Жалюзи всех типов. Шлагбаумы, защитные рольставни, ворота. Компания «Жалюзи». Улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. Улица Лермонтова, 11, дробь 5. Офис 203. Телефон 36-14-47. Новая модель рулонных «Жалюзи» «Зебра». Ознакомиться с образцами и получить консультации специалистов можно по адресу улица Гагарина, 8, телефон 245-00. Во вторник большая часть Западной Сибири окажется во власти циклона, куда будут поступать более холодный арктический воздух и отдельные массивы дождевых облаков, которые к северу региона будут переходить в снежные тучи. Исключением станут западные и юго-западные районы, где благодаря антициклону погода постепенно наладится. Ночью в Срубуте и окрестностях облачность прояснения и местами возможен небольшой кратковременный снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха минус 1, плюс 1. Утром переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха около 0 градусов. Днем облачность прояснениями, кратковременные осадки. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 3, плюс 5. В течение дня солнечная активность умеренная, а геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм жетутного столба. Фабрика Комфорта оснастила свое производство по изготовлению мебели в Сургуте самым современным оборудованием. Низкие цены и сроки исполнения делают нашу мебель максимально доступной для каждого при неизменном высоком качестве. Красивые и удобные кухонные гарнитуры, шкафы-купе, различные корпусные мебели в выставочных залах торговых центров Вега, Магаз и в ваших домах. Фабрика Комфорта, новые технологии производства, мастерство, безубличный сервис и, пожалуй, лучшее сочетание цены и качества. И желаю вам благоприятной погоды в доме. Будьте здоровы! До свидания!